Альфред Грибер Практический иврит, шаг за шагом Урок номер 72 Пустые глаголы настоящего времени в побудительном беньяне Урок ведет Альфред Грибер На данном уроке вы познакомитесь с формами настоящего времени пустых глаголов в побудительном беньяне Чем характерен побудительный беньян? А тем, что его составляют глаголы действительного залога Большинство из которых выражает побуждение к действию другого лица или предмета Поэтому этот беньян мы будем называть побудительный По официальной грамматике этот беньян называется гиф-иль Итак, побудительный беньян характеризуется тем, что его активные действительного залога глаголы выражают Простое активное действие Побуждение или принуждение какого-либо лица или предмета к действию То есть, субъект побуждает объект к действию Обретение каким-либо лицом или предметом определенного качества, свойства или состояния То есть, происходит изменение в субъекте или возникает новое состояние Особенностями форм настоящего времени пустых глаголов являются Приставка М Буква М с огласовкой ЦР Огласовка ХРИК Под первой буквой корня и буква ЮД Основная форма настоящего времени пустых глаголов То есть, форма мужского рода единственного числа Может быть представлена моделью М1 и 2 Ударение на И Зе МВИ ТОЭЛЕТ ЛЕХУЛЯМ Это приносит пользу всем Зе МВИ ТОЭЛЕТ ЛЕХУЛЯМ Глагол МВИ имеет инфинитив ЛЕХАВИ Со значениями привести к чему-либо Довести, в смысле привести в состояние Ввести, в смысле вовлечь Навести Принести, доставить почту пассажиров Внести внутрь Привести, цитировать Сравните глагол с глаголом ЛАВО ЛАВО ЛЕХАВИ Обратите внимание, что в инфинитивах пустых глаголов В побудительном беньяне под буквой ГЭЙ Находится огласовка КАМАЦ Существительное женского рода единственного числа ТОЭЛЕТ имеет значение ПОЛЬЗА ПРОК ТОЭЛЕТ ЗЕ МЕВИ ТОЭЛЕТ ЛЕХУЛАМ ПОВТОРИТЕ Следующее предложение АНИ МЕВИН ЭДГАМИЛИМ АВАЛЬ АНИ ЛЕМЕВИН ЭДГАМУВАН ГАКЛАЛИ Глагол МЕВИН имеет инфинитив ЛЕГАВИН Со значениями ПОНЯТЬ, ПОСТИЧЬ, РАЗУМЕТЬ, УМЕТЬ, ЗНАТЬ О ПОНЯТИИ И УМЕНИИ МЕВИН ЛЕГАВИН Существительное мужского рода единственного числа МУВАН Имеет значение СМЫСЛ ЗНАЧЕНИЕ Прилагательное мужского рода единственного числа КЛАЛИ Имеет значение Общий, в смысле касающийся всех Всеобщий Генеральный Универсальный КЛАЛИ АНИ МЕВИН ЭДГАМИЛИМ АВАЛЬ АНИ ЛЕМЕВИН ЭДГАМУВАН ГАКЛАЛИ ПОВТОРИТЕ Следующее предложение ГУ МЕЗИЗ ЭДГАШУРХАН Он двигает стол ГУ МЕЗИЗ ЭДГАШУРХАН Глагол МЕЗИЗ Имеет интенсив ЛЕГАЗИЗ Со значениями двигать В смысле перемещать, направлять Передвигать МЕЗИЗ ЛЕГАЗИЗ Сравните этот глагол С глаголом ЛАЗУЗ Двигаться ЛАЗУЗ ЛЕГАЗИЗ ГУ МЕЗИЗ ЭДГАШУРХАН ПОВТОРИТЕ Основная форма Настоящего времени Мужского рода Единственного числа ПУСТЫХ ГАРТАННЫХ Глаголов У которых второй буквой корни Являются буквы ХЭТ и АЙН Может быть представлена МОДЕЛЬЮ МЕ-1 И-А-2 Ударение на И МЕ-1 И-А-2 АНИ МЕРИАХ ЛЕХЕМ ТАРИ Я нюхаю свежий хлеб АНИ МЕРИАХ ЛЕХЕМ ТАРИ Глагол МЕРИАХ Имеет инфинитив ЛЕГАРИАХ Со значениями нюхать Обонять в смысле чувствовать запах Унюхать в переносном смысле МЕРИАХ ЛЕГАРИАХ Существительное мужского рода Единственного числа ЛЕХЕМ Имеет значение хлеб В смысле продукт из муки Пропитание ЛЕХЕМ АНИ МЕРИАХ ЛЕХЕМ ТАРИ Повторите Следующее предложение ЕШМАНОА ХАШМАЛИ ШЕМНИЯ ЭТАГАЛГАЛЬ Есть электрический мотор Который двигает колесо ЕШМАНОА ХАШМАЛИ ШЕМНИЯ ЭТАГАЛЬ Глагол МЕНИЯ Имеет инфинитив ЛЕГАНИЯ Со значениями ДВИГАТЬ Приводить движение Запустить Подвигнуть к чему-то Побудить МЕНИЯ ЛЕГАНИЯ Сравните данный глагол С глаголом ЛАНУА ДВИГАТЬСЯ ЛАНУА ЛЕГАНИЯ Существительное Мужского рода Единственного числа МАНУА Имеет значение ДВИГАТЬ В смысле МАШИНА МОТОР МАНУА Прилагательное Мужского рода Единственного числа ХАШМАЛИ Имеет значение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХАШМАЛИ Существительное Мужского рода Единственного числа ГАЛЬГАЛЬ Имеет значение КОЛЕСО КРУГ В смысле предмет в форме кольца. Ворот, в смысле подъемник. Орбита, например, планеты. Галь-галь. Еш-маноа, хаш-мали, шем-ми-ни-я, э-дха-галь-галь. Повторите. Глагольная форма женского рода единственного числа может быть представлена моделью М-1 и 2А. Ударение на А. М-1 и 2А. Ганура ахалаша льомы ира эт коля хедер агадоль. Слабая лампочка не освещает всю большую комнату. Ганура ахалаша льомы ира эт коля хедер агадоль. Глагол мэйра имеет инфинитив льгаир со значением осветить. Мэйр, мэйра, льгаир. Существительное женского рода единственного числа нора имеет значение лампа, лампочкаordnung. Прилагательное женского рода единственного числа халаша образовано от прилагательного мужского рода единственного числа халаш со значением бессильный, слабый в смысле плохой или ненасыщенный, или вялый, усталый, или негромкий. Бессильный, слабый. Халаш. Халаша. Ханнура халаша льо маира эткола хедер агадоль. Повторите. Глагольная форма мужского рода множественного числа может быть представлена моделью м1 и 2 им. Ударение на им. На второе и в окончании им. М1 и 2 им. Гатал медим мэхиним этга шиурим ба эрев. Ученики готовят уроки вечером. Гатал медим мэхиним этга шиурим ба эрев. Глагол мэхиним имеет инфинитив ляахин со значениями готовить в смысле делать годным, подготовить в смысле сделать. Мэхиним ляахин Существительное мужского рода множественного числа шиурим образовано от существительного мужского рода единственного числа шиур со значениями урок в школе или урок как лекция, величина, порция, как определенное количество, доля в смысле часть, размер в смысле меры. Шиур шиурим Гатал медим мэхиним этга шиурим ба эрев. Повторите. Следующее предложение. В каждой праздник сукот мы возводим большой шалаш во дворе. В каждой праздник сукот анахну мэкимим сукак доля бэхацер Глагол мэкимим имеет интенсив лягаким со значениями поставить, воздвигнуть, установить, возвести, построить, соорудить, основать. Мэкимим лягаким Сравните данный глагол с глаголом лакум. Стать, подняться. Лакум лягаким Существительное мужского рода единственного числа хаг имеет значение праг праздник любой праздник хаг Существительное женского рода единственного числа сука имеет значение шалаш временное строение покрытое ветками на праздник сукот сука Бехоль хаг сукот анах но мэкимим сука гдола бехацер повторите следующее предложение Часто чиновники гоняют новых репатриантов от учреждения к учреждению лейтим кровот пкедим мэрицим олим хадашим мимисрад лемисрад глагол мэрицим имеет инфинитив легориц со значениями гонять в смысле заставлять бежать или гонять как давать поручение торопить подгонять или запустить например программу мэрицим легориц сравните данный глагол с глаголом ларуц бегать легориц словосочетание лейтим кровот со значением Часто состоит из слова лейтим со значением Иногда Время от Времени и прилагательного женского рода множественного числа кровот коров кровот лейтим кровот существительное мужского рода множественного числа ПКИДИМ образовано существительное мужского рода единственного числа ПАКИД со значениями служащий чиновник ПАКИД ПКИДИМ лейтим кровот ПКИДИМ мэрицим олим хадашим мимисрад лимисрад Повторите Глагольная форма женского рода множественного числа может быть представлена моделью мэ один и два от ударение на О мэ один и два от АНАХНУМЕ ВИНОТ ЦИЮР МОДЕРНИ мы понимаем женский род современную живопись АНАХНУМЕ ВИНОТ ЦИЮР МОДЕРНИ существительное мужского рода единственного числа ЦИЮР имеет значение живопись или рисунок картинка картина как произведение живописи или рисование или обрисовка ЦИЮР прилагательное мужского рода единственного числа МОДЕРНИ имеет значение современный МОДЕРНИ АНАХНУМЕ ВИНОТ ЦИЮР МОДЕРНИ повторите А сейчас давайте повторим все предложения данного урока АНАХНУМЕ ВИНОТ ГОДЕРНИ ГУМЕЗЪЗ Есть мануа хашмали Шеменея Эт галгал Ханура Ахалаша Ло мейра Эт коль Ахедер Агедол Аталмидим мхеним Эт ашурим ба арев Бекол хаг сукот Анахну макимим сукка гедола Бехацер Лейтим кровот Пкедим мерецим Олим хадашим Мимисрад ле мисрад Анахну мавинот ци юр модерни Итак, на данном уроке Вы познакомились с формами Настоящего времени Пустых глаголов В побудительном беньяне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok